МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень удивительно, что больше ста лет не было в Петербурге вот этой выставки по народным художественным промышлениям. Мы рады, прямо счастливы, что очень-очень большой интерес. Это статусное мероприятие, это большая честь для предприятий участвовать в такой выставке, вывести свои изделия. На нее же не каждый может попасть со своими изделиями на такую выставку. Но, к сожалению, да, из Петербурга только потешный промысел представлен и из области свирское кружево представлено. Но это только начало, дальше будем развиваться. Вы знаете, такие изделия, они всегда выполняются только с душой. Люди, любящие эту профессию, они могут сидеть и работать целыми днями и долгие годы работать. Вот у меня была мастерица, которая сказала, если даже не будет продаваться кружево, я все равно его буду плести. Для меня просто чувашская вышивка, ну, очень привлекла своим видом, в общем, цветом, формой. Я люблю вот эти орнаменты, геометрические фигуры. Не всегда в такой спокойной обстановке можно уделить столько внимания народным промыслам. Потому что обычная ярмарка не позволяет так спокойно подойти, посмотреть и пообщаться. Здесь совершенно атмосфера другая. И как люди радуются и говорят, неужели это наше? Вот наше, вот мы сохранили, теперь надо, значит, развивать. Впервые за много лет прошел круглый столб в Санкт-Петербурге. Познакомились с новой организацией народных промыслов в Санкт-Петербурге. Ну и наметили ряд предприятий, по которым будем оказывать поддержку промыслу. Я решила, что дочке это будет интересно научиться в художественной школе. Интересно попробовать свои силы не только в написании картин, но и в росписях, в народном творчестве. Мастер-класс прошел вообще ажиотаж, очень был большой, потому что приходило очень много народу, было много детей. Дети узнают и любят, особенно, ну не только хаму, но и матрешку. Уникальность нашего промысла в том, что это все ручная работа. У нас в каждом изделии рисунок разный, у нас повторения ни в одном изделии нет. И когда садятся, например, пробуют, это все говорят, ой, как это трудно. Вы знаете, все, конечно, с восхищением наблюдают вот этот процесс, и мы стараемся его показать, чтобы люди понимали, что это действительно трудоемкий процесс. Потому что, когда смотрят на воротничок и называешь цену, некоторые очень удивлены, что цена дорогая. Но когда видят процесс производства данного изделия, действительно понимают, соглашаются, что длительное время изготовления, оно понятно, что и цена исходит отсюда. Одно из ведущих такой промысел, это, конечно же, хламская роспись. На одно изделие как бы уходит примерно где-то 56-58 дней. Мы, конечно, стараемся, чтобы все это повлияло на становление нашей молодежи. Судя по выставкам, которые мы проводим, «Ладья. Зимняя сказка», и стараемся проводить там горст мастеров, интерес, конечно, у молодежи есть. Даже если посмотреть на модные коллекции дизайнеров одежды, очень часто встречаются мотивы именно русские. Они вдохновляются, это действительно то, что интересно за границей, а при этом мы живем тут, очень плохо знаем, чем богата наша культура. Это действительно многие такие шедевральные вещи, которыми можно гордиться. Но мы, к сожалению, это забываем и как-то вот редко соприкасаемся с этим в жизни. Мы как-то вот национальную культуру, мы столь стесняемся, но мы должны ее гордиться, а мы как-то стесняемся. Окружение мест, к сожалению, осталось очень немного. И я даже представить не могу, что когда во время войны мы сохранили этот промысел, сейчас он не может остановиться. Его надо сохранять, передавать из поколения в поколение. Как ты думаешь, почему важно помнить, видеть и ценить такую нашу историю? Потому что это застояние нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok